Мы режем ленточку. Да, с одной стороны и с другой. И с этой. Вау, какого точек заберу себе. Всё, спасибо вам огромное. Спасибо вам, пользуйтесь, на здоровье. Для Ольги Константиновны и её семьи сегодня настоящее торжественное событие. Благодаря государственной программе социальной газификации теперь в частном доме будет постоянный доступ к экономичному топливу. В рамках рабочего визита в этом убедились депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Это решение президента, которое, в общем-то, родилось в недрах партии «Единая Россия», было поддержано. И, как сегодня правильно, вот хозяйка этого дома заметила, что в такое достаточно непростое для страны время всё равно темпы держатся, ни от каких обязательств мы не отказываемся. В Пушкинском одни из самых лучших показателей по указанной программе. газовщики «Заветное топливо» дотянули до домов 65 населённых пунктов, где ветка газопровода уже проходила по границе или непосредственно по деревне или селу. Могу сказать, что не везде всё идёт, конечно, гладко, но надо понимать, что объёмы очень большие, очень много вот такой мелкой, но очень важной и нужной работы. Но сегодня мы очередной дом запускаем, это, конечно, такая процедура, она всегда приятная, но она символизирует то, что в Пушкинском районе, где мы сегодня находимся, эта работа проведена очень хорошо. В Подмосковье в рамках программы есть региональные компенсации на проектирование сетей, приобретение газового оборудования и приборы учёта, установку и подключение оборудования. Причём объём компенсации может составлять до 100%. Следующий этап в Пушкинском – дегазификация садовых товариществ. Новости Большого округа.